Говори, сегодня прекрасный день. Аминь. Я понимаю, что внутри человек может так себя не чувствовать, что сегодня прекрасный день, и это не меняет. И в этом году мы должны быть как-то в этом мире. Так как мы будем расформлять, как мы можем сделать с сердцем. И мы все равно, что мы будем работать с сердцем, но мы будем делать с сердцем, потому что мы будем делать с сердцем. Я не знаю, как это с музыкальным слухом. Я даже не помню, каком классе, мы были маленькие пацаны, пятом классе, наверное, или четвертой, и там делали выборы, специально делали, которые будут петь мужском хоре. Они давали нам повторять песню «Кусту Теси» и «Курту Теси», и проверяли, и меня не выбрали. Как я помню, мне очень хотелось, чтобы меня выбрали. Если бы тебе выбрали, и ты мог бы, допустим, не петь, но тебе выбрали бы, что ты уже придали нужным. Я не знаю, как с этим слухом. Я слышу, что они очень криво поют. Я слышу каждую неправильную ноту. Я просто слышу. Для меня это дискомфорт. Мне появляется дискомфорт, если я слышу что-то неправильное в музыке. Я не знаю, от чего это идет. Почему ты так слышишь? Я думаю, что это было тогда, когда меня не выбрали. Не так проверяли, наверное. Я не знаю. Может, не так проверяли. Не такие цели были. Я слышу. Я слышу. Я слышу, допустим, даже человек не сможет понять, слышу я или нет. Типа Райманд Спаул, допустим, он компанист. Ну, допустим, в нашей стране он живой и живой музыкант, компанист, маэстро. Я думаю, что это в среднем уже когда ты рождаешься появляет. Моя половина, что это через гены. Моя мама была музыкальной учительницей. Мне с детства это была как игрушка. Мама, допустим, не дома. Тык, тык, тык. И там были даже весы. Я даже не знал, для чего он был нужен. Но там он был. Даже часы разные были, даже приватные уроки. Даже мама брала, допустим, учеников домой. Один и два. Один и два. Один и два. Считали, считали, считали. Мы жили в двухкомнатной квартире. для двух комнатах. И всегда очень хорошо слышали. И когда приходил ученик, я ждал реально, что когда он уйдет. В среднем это уже с рождения. Но это чувство есть. Чувство есть. Чувство есть. Я слышу маленькие нянцы. Допустим, если они есть очень много, то я уже не могу слушать. И это не надо слушать. Если там пытаешься что-то делать. Ну, если, допустим, это выступление. Ну, зачем это слушать? Можете в другом месте послушать. Почему я это говорил? Потому что это весь наш сет, она настроена. В среднем, когда мы рождены с высшего, в этом мире, если Павел говорит, что, допустим, заповеди уже записано в сердце. Я знаю, что... Я знаю, что... Допустим, сова сердце, оно уже программировано через тебя. И она дает радоваться и начинает направлять детективные мысли. Это опять свои чувства сердца. Ну, так же этому человеку нет будущего, если он не пытается что-то менять. Это не разговор, что это за один день, чтобы менять направление. То есть это важно признавать, действовать и молиться. Да, это не означает, как музыка. Ты начинала учиться, ты уже его направлен. Боже, если, Бог, ты предусмысливаешь Божье слово, если тебе издорово делаешь, если ты правильно, Правильно, мы воспринимаем Библию, если мы, допустим, берем маленькие вещи, то очень важно назвать историю. Без здорового мышления и библейского принципа, то мы берем неправильные выборы и молнию по этому появляется наше сердце. И мы думаем, что, допустим, это Божье направление, но это уже не Божье направление. Божье направление – это то, что ты сам начинаешь заботиться о своем сердце, и твой сердце не испорчено. Когда я крестился, это было в тюрьме, в бассейне, это было 2000 год. Вот, эти люди, которые меня крестили, они были где-то в церкви свободы, я копился, как она там сейчас, я не знаю. Кого-то знаю, кого-то я не знаю, что с ним случилось, все дальше. Но этот человек, который меня крестил, он говорил о чувстве сердца, чувстве сердца, совести, говорится. И там был вопрос, я делал, конечно, это по-другому. Я задаю человеку, ты веришь, что Иисус в твоем сердце? Это по-другому. Тебе – это слово сердце обзиње. Срachts обзиње. У них это компас. У них это, кто видит, что ты видишь, чувствуется, что там не надо. Когда ты, ты, когда ты crisи думаешь, тоже не думаешь, а ты не думаешь, что ты делаешь. Потому что ты всерьез не оправден. Это духовное чувство. Духовные чувства. Не просто эмоциональные, а именно духовные. Если, допустим, она тренирована, допустим, музыканты тренируются, то я, допустим, не музыкант, но я слышу, я слушаю музыку, я очень много это делаю. Я думаю, каждый, кто слушает музыку, он должен каждый, типа, слышать. Я не знаю, как у других это есть, но, допустим, если ты слушаешь, допустим, правильные ноты, и, допустим, находишься в среде, где, допустим, неправильно, я знаю, что есть люди, которые, допустим, не слышат вообще, и у них нету дано от Бога. Либо они обделены, либо другие вещи есть, и его сердце, и мозгу, и действие правильное чувство сердца. Если, допустим, у тебя есть это чувство, то ты начинаешь правильно действовать. Многие говорят, Святой Дух меня ведет, меня ведет Святой Дух. Делать это, говорить это, идти к этому, к нему. Это, на самом деле, не Святой Дух. Это, на самом деле, неправильные настройки сердца, что ты уже работал в себе. Либо генетика. Видишь, грек, который ты принял как норму, и грех, он разный. И, допустим, человек посередине пытается что-то сделать именно посередине, что происходит посередине. Когда Павел шел в Иерусалим на свою миссию, там было очень опасно. Он был знаком, о нем думали, что на заповеди. Когда он пришел в Иерусалим и увидел апостола, и греха, и брата Иисуса, они ему посоветовали. Пусть он берет еще четыре человека с собой, и пусть они побреют голову. Это был реально хитрест. Он, когда сказал, как духовно учител для этих людей, они делали разные очищения. Они заходят в эту церковь. И... 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 Говоришь, что с ним сейчас не произошло... Что он не так хорошо. То, что он... Он, когда он спрашивает... Они как заходили в церковь, то его арестовали. Ну, как арестовали? Даут... Они... Подняли булини. Он стал шешив. Там был вопрос, это хитрест работало? Это хитрость. 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 Я наделся. Это хитрость. Это хитрость. Это хитрость. Это хитрость. Это хитрость. Это хитрость. Я наделся. Это хитрость. Я наделся. 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 Я наделся.